Меня зовут Вадим, я расскажу о промышленной революции. Саша? Промышленной революцией называют переход от ручного труда к машинному, который произошел в Англии в 18 веке, а позже распространился на весь мир. Я расскажу, какие процессы мы этому способствовали, почему промышленная революция произошла именно в Англии, и почему позже Америка перехватила лидерство. Основные факторы, которые способствовали промышленной революции, это структура заработных плат в мире, добыча угля в Англии и ситуация с хлопковой тканью, собственно, спрос на нее. Я расскажу про каждый из этих факторов подробнее отдельно. Также, среди прочего, были и другие события, которые способствовали промышленному перевороту, например, развитие науки, изобретатели пользовались уже наработками ученых, патентное право, изобретатели не боялись заявлять в открытую о своих правах и праве заработать на своем изобретении. Была развита торговля, там, самая известная торговая компания тех времен, это британская и остеиндийская компания. Ну, и множество других факторов, та же эпидемия чумы XIV века сыграла свою роль. Так, что же было особого с заработной платой? Дело в том, что в Англии в 1700 году была самая высокая заработная плата у ремесленников во всем мире. Общая разница между европейскими и азиатскими странами, тут вот плохо видно, там еще есть график Китая, но общая разница между Англией, Нидерландами и азиатскими странами вызвана открытием Америки. В конце XV века Колумб открыл Америку, начался приток американского золота в Европу, и это вызвало двухвековую инфляцию. В течение 200 лет постоянно росли цены, но при этом росли и доходы у ремесленников. В восточных странах этого процесса не было, и общий разрыв цен и зарплат получился очень большим. Самые низкие доходы были у индийских ремесленников. Среднестатистический индийский работник получал менее 2 грамм серебра в день за свою работу. В то же время английский работник получал более 10 грамм серебра, то есть разрыв в зарплатах составлял почти 8 раз. Дальше. Следующий фактор – это добыча угля в Англии. К 1700 году в Англии вырубили почти весь лес. Его использовали просто для отопления домов в холодное время года. И люди начали переходить на каменный уголь. Не очень удобное топливо, но больше было топить нечем. Вырос спрос на каменный уголь. Это привело к развитию шахт, добывающей промышленности. И в итоге сложилась такая ситуация, что в Англии обнаружили много угля, которого легко добыть уже в условиях развитой угорной промышленности. И уголь в английской глубинке стоил на порядок дешевле, чем на континенте. Он стоил в 5 раз дешевле, чем в Лондоне, и в 10 раз дешевле, чем в Париже. Уже эти два события создали очень сильный перекос. У нас самая дорогая рабочая сила в мире, при этом самая дешевая энергия в мире. И у предпринимателей, у людей, которые занимаются какими-то делами, возник большой интерес, как бы заменить дорогого рабочего, которому приходится платить 10 грамм серебра в день, на почти бесплатный уголь. И много работы велось именно в этом направлении. Прежде всего, как бы заменить людей на шахтах. И первым таким удачным изобретением стал паровой двигатель Томаса Ньякомана, который он изобрел в 1712 году. Принцип работы следующий. Котел нагревается, наполняет цилиндр паром, поднимается поршень, после чего цилиндр перекрывается, в него вбрызгивается вода, и поршень под действием атмосферного давления опускается. Это очень неэффективная машина по современным меркам, но в условиях, когда надо из шахты выкачивать воду, это вот вторая часть подключена к насосу, из шахты нужно выкачивать воду, при этом на шахте почти бесплатный уголь, и нам не нужен человек для этого. Просто какая-то машина, это чудо своего времени, которое реально было интересно предпринимателям, и таких машин настроили около сотни в разных шахтах. Но, тем не менее, промышленная революция — это не только паровые двигатели, это и хлопковая промышленность. Что же особого было с хлопком? Исторически Англия специализировалась на производстве шерстяных тканей. Связано это с тем, что в XIV веке после эпидемии чумы много людей умерло, и пахотные земли было некому обрабатывать. Их отдали под пастбище. Выращивали овец на плодородных землях, у них росла хорошая шерсть, ее было много, и Англия снабжала шерстяными тканями и всю свою территорию, и большую часть Европы. Но к 1700 году появилась мода на хлопковые ткани. Ост-Индийская компания провела рекламу и начала импортировать хлопок из Индии. Проблема хлопка в том, что он очень трудоемок, требуется в 6 раз больше человеческого труда, чтобы получить такое же количество ткани. Но разница в зарплатах между Индией и Англией позволяла произведенные в Индии ткани продавать в Англии по цене, которая была приемлема для англичан. Собственно, такая ситуация всех устраивала, и о никакой промышленной революции речи вообще не шло, потому что зачем что-то делать в Англии, если все дорого, а в Индии вот уже делается и дешево, просто надо привозить готовое. Но это не устраивало производителей шерсти, потому что их начали вытеснять с их собственного рынка. И для защиты своих собственных интересов, своих доходов, они пролоббировали целый ряд законов, один из которых я вот сейчас зачитаю, это закон 1701 года, хлопок и материи, смешанные с шелком, от производителей из Персии, Китая или Аст-Индии, которые возятся в наше королевство, запрещаются для ношения. То есть запретили импорт хлопковых тканей для того, чтобы защитить свои интересы. Были и другие законы. Например, был закон, запрещающий хоронить людей в чем-либо, кроме шерстяной одежды. Мол, они при жизни не хотят носить наше, вот пусть носят после смерти. Тем не менее, мода на хлопок уже сложилась, и спрос предъявляли со стороны королевского двора и аристократии. Такие богатые клиенты могли себе позволить ткань, произведенную трудом дорогих английских рабочих, и стали появляться мануфактуры, занятые производством именно хлопковой ткани. Она была дорогой, но тем не менее покупатели были. И вот уже эти мануфактуры создали большой спрос на то, чтобы как-то удешевить производство или нарастить объемы производства, потому что спрос был, цена дорогая, удовлетворить нужно больше производить, и желательно еще при этом дешевле производить. Тоже сюда подключились изобретатели, начали предлагать различные решения. Первым удачным, далеко не самым важным, но зато очень показательным, была предельная машина Дженни, изобретенная Джеймсом Хаггрифсом в 1768 году. Она позволяла одному человеку прясть одновременно 8 веретен, а усовершенствованная конструкция позволяла прясть 24 веретена, в то время как один работник вручную может прясть только одно веретено. То есть представьте, насколько она повышала продуктивность работы одного ремесленника и удешевляла себе стоимость единицы ткани. Также с этой машиной связаны первые бунты рабочих, которые испугались остаться без работы. То есть такое резкое увеличение продуктивности за счет машин. Рабочие, люди, когда узнали в деревне Хаггрифса, что он изобрел такую машину, они вломились к нему в дом, разломали машину и большую часть мебели. Позже, когда Хаггрифс переехал в другой город, установил машину на фабрику, ее снова разгромили. И только с третьего раза удалось установить эту машину и уже ряд других на фабрику и действительно использовать их в производстве. Такая уже сформировавшаяся фабрика создала еще дополнительный спрос на другого рода изобретения. Все эти механизмы нужно приводить в движение. И можно, конечно, нанять силача, который будет это крутить за 10, а то и 20 грамм серебра в день. Но уже была изобретена паровая машина, которая умела двигаться, что-то двигать, и вполне логично было принести ее на фабрику. Но паровая машина никому она не очень подходила, потому что она двигалась неравномерно. Она в одну сторону двигалась под собственным весом, в другую — под действием атмосферного давления. И прорывом здесь стало изобретение Джеймса Ватта. В 1782 году он изобрел пароатмосферную машину. Плохо видно. Суть ее в том, что поршень двигался паром в оба направления. То есть уже не атмосфера и собственным весом, а пар двигает поршень. При этом в цилиндр не нужно вбрызгивать воду, его не нужно охлаждать. Это значительно повышает КПД, не нужно будет охлаждать и нагревать. И к тому же Ватт приспособил центробежный регулятор. Это вот эта штучка посередине. Чем быстрее он крутится, тем сильнее перекрывает доступ пара к цилиндру и таким образом притормаживает двигатель. То есть позволило контролировать скорость вращения. То есть двигатель вращается равномерно и контролируемо. Уже вот такую конструкцию удачно удавалось использовать на фабриках. За полтора века изобретений и их усовершенствований английским производителям удалось настолько снизить себестоимость производства, что к 1830 году ткань, произведённая в Англии, в самом дорогом месте в мире, стоила дешевле, чем ткань, произведённая в Индии ручным трудом. И мировые товарно-денежные потоки перевернулись. Раньше ткань завозили из Индии в Англию, теперь её повезли из Англии по всему миру, в том числе и в Индию. И таким образом окончательно разорили индивидуальных ремесленников везде, куда только добрались. «Равнины Индии белеют костями ткачей», написал британский генерал-губернатор в 1834 году. Не для всех промышленная революция была светлым будущим, кто-то при этом и пострадал. Но, тем не менее, она произошла как исторический факт. Промышленность победила ремесленников в праве производить товары массового потребления, потому что она была объективно дешевле. И как же она дальше распространялась? Как только стало известно, понятно всем, что промышленность выгодна в любой точке мира, выгоднее, чем ручной труд, её начали быстро переносить в другие страны. Причём именно правительство этих стран было заинтересовано в повышении благосостояния, себя лично прежде всего. Для этого они поднимали таможенные барьеры, для того, чтобы предприниматели занимались не торговлей, не импортировали ткань, а были вынуждены перенести целый завод и уже торговать внутри страны. То есть так промышленность революции распространилась по Европе и также докатилась до Российской империи. Особая ситуация сложилась в Соединённых Штатах Америки. США, так же, как и все остальные, подняли таможенные барьеры до 30-40% по некоторым товарам и вынуждали предпринимателей переносить целые производства внутрь страны. Но в США только недавно закончилась война за независимость. Там ещё более дорогая рабочая сила, бесплатно раздают землю, земли очень плодородные, и люди просто приезжают, выбирают себе участок, какой только смогут обработать, и очень хорошо живут как фермеры. 92% населения 1830 года в США – это фермеры. Чтобы заставить их пойти в город на фабрику, нужно очень много платить денег. То есть стоимость труда в США ещё более высокая. И поэтому целый ряд изобретений, которые в Англии уже не применялись, потому что там можно всё-таки нанять людей на фабрике старого образца. Новые какие-то изобретения, например, комбинированная предельно-ткацкая фабрика, была впервые построена именно в Соединённых Штатах, потому что, несмотря на дороговизну самой фабрики, там она не по карманам англичанам, ни за чем, она всё ещё выгодна в Соединённых Штатах, потому что она дешевле, чем дорогой американский рабочий. И многие думают, что Соединённые Штаты стали мировым лидером после Второй мировой войны за счёт военной промышленности. Но на самом деле ещё в 1900 году отмечали техническое превосходство Штатов за счёт именно вот таких инноваций, которые втиснулись в этот коридор между заработными платами английских и американских рабочих. Ну а индустриализация, быстрая индустриализация, которая была уже последним этапом после Второй мировой войны, связана с переносом американских рабочих мест в эти страны. То есть есть та же отдельная термина «экономическое чудо», там немецкое экономическое чудо, японское. И это причём не перенос производства, это перенос именно рабочего места. Завод принадлежит американцу, он производит что-то для американцев, но с целью удешевить производство, нанять людей подешевле, потому что американцы же дорогие до сих пор, переносим завод туда, где дешевле. В середине XX века наиболее дешёвые места, наиболее дешёвая рабочая сила это Германия и Япония. Подконтрольная территория, образованные люди и с очень низкими зарплатами после войны. Ну собственно, благодаря тому, что они были первыми в этом процессе, они сейчас также являются наиболее развитыми технологическими странами. Позже подсоединилась Южная Корея, причём Южная Корея уже целенаправленно вела политику импорта американских производств. Ну и последним был Китай. Из-за очень дешёвой рабочей силы, 20 лет назад в Китае средняя зарплата была 50 долларов, по сравнению с американскими 5 тысячами, то есть огромный прирост, огромная экономия на заработной плате при переносе производства в Китай. И собственно, вот мы пришли к современной картине мира. Не буду вдаваться в подробности. Это карта счёта текущих операций в разных странах. Коричневенькие – это импортеры, которые потребляют, а зелёненькие – это экспортеры, которые производят. И вы можете видеть вот картина. Американские производства выехали из Америки в другие страны, но при этом потребители остались в Америке, и Америка является основным импортером почти всего, что производится. В то же время основными экспортерами являются Китай, Япония и Германия. Половина остальных зелёненьких стран – это на самом деле производители нефти, которые, собственно, подпитывают всю эту большую мировую экономику, которая, собственно, выросла из Американской, но сейчас это уже одна сплошная мировая экономика. Ну и чтобы подвести итог, я хочу сказать, что изучайте историю. То есть вот я рассказал вам за 15 минут о том, как развивалась вся промышленность от её зарождения до наших дней. И вот вы сейчас можете видеть, что у нас одна сплошная мировая экономика. Можете думать о том, как встраивать туда другие страны. Вы можете сразу подумать о том, что бесполезно строить экономику внутри какой-то конкретной страны. Можно сделать множество других полезных выводов и конструктивно рассуждать про экономику. Так что изучайте историю, она поможет направить ваши усилия. И это всё. Спасибо. Задавайте вопросы. Вопросы? Нет? Что сказал? А, Троцкий сказал, что в Англии не будет пролетарской революции. Ну вот не знаю, на самом деле. Почему? Может быть, потому что средний класс в Англии вполне устраивал. Конечно, он был бедный. А, ну и еще, средний класс в Англии – это все-таки не рабочие. Рабочие на фабриках – это бедные люди, которых до пролетариатов не дотащили, в Америку уехало все. Вот средний класс в Англии – это все-таки нотариусы и финансовый сектор, который обслуживал Лондон. То есть вот Лондон и там большая машина, которая его обслуживает, это вот всякие нотариусы, банки, финансовый сектор. Вот я не думаю, что… Просто рабочие в Англии отличаются от рабочих сезонов? Ну, я не знаю, на самом деле. О культурных различиях. Это не мультурные, это рамочные различия. Да. Вопрос такой. То есть развитие промышленности может привести к тому, что какие-то люди, какая-то группа людей потеряют работу, правильно? Ну, было и происходит. Как ты считаешь? Переходить на другую работу? Ну, то есть в Америке сейчас более 70% населения работает в сфере обслуживания и перераспределения. Они там работают в Walmart все и продают то, что покупают. Серьезно. Ну, то есть 70%. А производство – да. Ну, только вопрос. В связи с тем, что у нас сейчас очень много автоматизации, да, какой-то промышленности, все производства со временем, в течение будущем, с автоматическими. И присутствие человека, когда они станут обязательны, они все станут себе. Ну, да, я на самом деле даже ждал этого вопроса. Это такая тема, которая всех в последнее время волнует. Смогут ли машины полностью заменить людей? Технически, да. То есть технически у нас есть достаточно мощностей, и по всем направлениям наука и исследователи бьют. Людей могут технически заменить почти где угодно во всем. Но в условиях капитализма, мы живем все-таки в капиталистическом мире пока еще, людям нужно как-то получать деньги, людям нужно заработать деньги. И прежде чем говорить о том, что машины заменят людей, расскажите мне, как люди будут получать деньги в другой системе. И пока вот этого перехода нет, люди, которых увольняют за счет машин, они либо просто перестанут покупать, и все развалится, что все эта машина работает, потому что есть спрос. Пропадет спрос, все развалится. Либо люди начнут конкурировать с машинами и удешевлять свою зарплату. То есть согласятся работать за меньшие деньги. Потому что либо вообще нет денег, либо соглашаешься за меньшие. Так что полностью не заменят людей, всегда будет работа в капитализме. А может ли такое произойти, если мы видим, что ту работу, которую раньше мы делали за 5 часов, мы сейчас можем делать за час, и нам просто нужно меньше работать? Ну это опять-таки кому нам? Вам, людям, которые работают, никто слова не давал. Вы спросите у вашего начальника, а нужно ли нарастить объемы производства? Если он скажет, что да, нужно, то вы будете работать. А если он скажет, что нет, не нужно, он просто уволит половину, чтобы получить большие прибыли и не платить вам зарплату. То есть вот такой капитализм. С другой стороны, есть социальные капитализмы. То есть есть люди, которые живут в социалке и, собственно, не работают? Ну как, относительно? Это ситуация... Ну опять-таки... Это ситуация в Америке, в Германии. В Германии. Да, ну особенно Америка. Можно предыдущий слайд? В Америке тоже там мог возникнуть вопрос. Вот если все производство выехало, то откуда у них деньги, чтобы все это покупать? Тоже их спонсировали там, прежде всего после войны, первые там лет 30-50, за счет того, что они во время войны их насильственно заставляли покупать облигации госзайма и займа предприятий. Потом эти займы начали возвращать, у них появились деньги. А во-вторых, да, там за счет госдолга наращивают госдолг и при этом раздают деньги людям. То есть, вот другой способ. Потому что какой-то уровень обеспечивается многим, а если вы хотите больше, вы должны работать. Ну, тоже. То есть, это уже такой вопрос политики и будет ли у государства деньги на это. Ну, у нас что-то нет, но в Германии так есть. Ну, пока еще есть. Пока еще есть. Пока у них положительная сальдо, они там работают, работают и забирают себе деньги из Америки, а просто в Америку отправляют, а то, что излишки своего производства. Пока да. Вот. А как будет дальше, не знаем. Да. Ты рассказывал, что в 1832 году в Америке было первое астонатизирование, ну, в США. Да, да. Почему тогда Америка в Первой мировой войне была одной из самых бедных стран? Раз, когда ее разорачиваются производства, она в Астонатизирование. Ну, а не была бедная страна? Была бедная страна. Не была. Ну, я не знаю, как страна, но люди, вот 1830 год, люди в Америке, вот просто приехать, посмотреть, как живет человек среднего класса в Америке, человек среднего класса в Англии, американец жил богаче. Ну, он жил богаче за счет шаровой земли. Ну, шаровой земли, да. Ну, а как же фигура политическая Америка была не такой же дверь? Ну, у них только что закончилась война, потом еще одна гражданная, гражданская война. То есть им было не до внешней политики. Нет, гражданская война, да, она там, они до... Ну, рабы были в... В 830-м, рабы были только в Южных Штатах. А северные были промышленными. Если вопросов больше нет, вы можете потом задать Вадиму, у нас немножко по времени. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...